Ну и в продолжение темы как раз таки онлайн, но не еды в этот раз, а вообще детей, которые сидят в соцсетях и пользуются мобильным приложением. Мы поговорим с нашей следующей гостьей. У нас в гостях Анжелика Лучинкина, доктор психологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Ну, все мы знаем, что первое, что делает ребенок сейчас, не только ребенок, но и подросток. И вот молодое поколение, я думаю, и более старшее, это когда просыпается, обновляет приложение социальной сети на своих мобильных устройствах. Ну почему только ребенок? А вы разве не этим с утра занимались? Опасность в том, что дети как раз таки могут наткнуться на не самые благоприятные группы. Более подвержены влиянию со стороны. А я вам даже больше скажу. Они не могут наткнуться, они целенаправленно, многие ищут эти группы, которые они бы случайно могли наткнуться. А почему это происходит? Что их ведет? Давайте определимся, о каких группах сейчас вообще идет речь. То есть речь идет обо всех группах. Нет, именно ведет, допустим, группа, которые могут, допустим, вот ранее были более популярные, конечно, я не буду называть, как они называют, но которые они склоняли к суициду, допустим. Да, 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 да. Да ладно, но они сейчас есть, эти группы. Есть, да? Конечно. Я вот ни разу не затыкался. Правильно, так вы же не ищете. Вы же понимаете, несколько вышли уже из подросткового возраста. Ну да, есть так. Ну, во-первых, первое, интерес подростков к суицидальным всяким поступкам, проблемам, он был, есть и будет. И не потому, что подростки, вот они какие-то вот такие, вообще неправильно воспитаны, а потому, что это было всегда. Подростки, у подростков адреналина много, им хочется вот выразиться, показать свою смелость, взрослость. И они ищут, ну, ищут что-нибудь. Я не говорю об этих мифах, сказках, черная простыня летит по городу, да, или там походы на кладбище, еще что-то. Ребят, в жизни каждого подростка практически было что-то, если не то, что я только что перечислила, это что-то такое, где он демонстрировал свою смелость. И вот ситуация, когда я демонстрирую свою смелость и подглядываю, чего там в этих группах есть, о, собрались все, кто там шрамированием занимается, о, собрались там, говорят о суицидах, попускаем вместе слезы, поплачем там над чьей-то несчастной любовью. Это всегда было, есть и будет. Ну, из-за чего? Потому что, но, это я вас сразу перебиваю, да, но разные подростки по-разному на это реагируют. Просто есть те, которые занимаются чисто серфингом в интернете. Вот они залезли, подглянули в какую-то группу, посмотрели, о, там там что-то, вот, надо же, какая группа, там предлагают такое-такое-такое-такое-то. А сейчас квестов гораздо меньше смертельных, но они все равно есть. Да что, дурак там вот этим заниматься, ну, интересно, но зато я поучаствовала, теперь я могу быть сопричастным и рассказывать об этом. Я даже вступлю в эту группу. Кстати, вот 80% подростков именно занимаются таким серфингом в интернет-пространстве и скачут из одной сложной группы в другую. Скажите, пожалуйста, а в связи с чем вообще появляется интерес, да, как его можно предотвратить у подрастающего поколения, да, либо это нормально и это нужно принимать, наоборот, как-то просто им что-то подсказывать, может, что делать родителям вообще? Ну, во-первых, в связи с чем интерес, я уже сказала. Нет, ну, понимаю, что... Ну, гормоны типа бьют, но как это остановить, гормоны же не отнимешь. Смена системы ценностей, я же хочу доказать, что я взрослая, вы же родители вообще не понимаете. И чувство сопричастности, я от какого-то одного, одного, правда. Ну, может быть, еще у него есть такие же фанаты, которые предполагают, что ведущий вид деятельности, время другое, ведущие виды деятельности у детей и подросткового меняются. Не как было подростковое общение главным видом деятельности. Вот это интимно-личностное подростковое общение, когда оно было главным видом деятельности, оно и осталось. Это ведущая деятельность в подростковом возрасте. Им общаться хочется. И чувство взрослости, как было новообразованием этого периода, так оно и осталось. Для того, чтобы быть взрослым, мне нужно доказать самому себе прежде всего, что я взрослый, а потом другим. То есть задача родителей, как я понимаю, именно делать так, чтобы ребенок почувствовал, что он уже личный взрослый. Ты хочешь ответственности? Да, ради бога. Ты хочешь ответственности? Пойди работай. Кстати говоря, не худший вариант. Я сомневаюсь, что если ребенок занят с утра до ночи работой, еще чем-то, дополнительными занятиями, и он в таком режиме живет все время, то у него есть время на вот эту ерунду. На ответственность, грубо говоря. Нет. Если он ответственный, то у него нет времени. Изначально это зависит от того, как режим ребенка распланирован. Если ребенку заняться нечем, так и будет он серфингом заниматься в социальных сетях. В лучшем случае. То есть 80% серфингом занимаются, 20% занимаются, присоединяются в эти группы совершенно с другими целями. Кто-то, кстати говоря, вот истинно суицидентов, которые хотят в такие страшные группы присоединиться, потому что хотят решить свои личные проблемы и свести счеты с жизнью, их вообще-то очень мало. Их 2-3%. Нет, это много, конечно. Нет, а остальные тогда зачем? Нет, зачем мы? Понятно, что они доказывают, что они взрослые, но по итогу чего они могут добиться? Неужели действительно просто сообщением в каком-то посте? Нет, вот эти 20%, которые 17-15%, до 5% бывает в разное время дотягивает. Так они приходят в социальные сети и ищут группы соответствующих направленностей. Допустим, если демонстраций много, если конфликты с родителями начинаются, и показать нужно, как я страдаю, мучаюсь, несчастная, так, пожалуйста, группы, где предлагают шрамирование, вам помощь. Пожалеете меня, пожалуйста, посмотрите на меня. Кстати говоря, я от этого сразу к родителям. Родителям есть смысл обращать внимание на своих даже подросших детей, ведь какая проблема возникает? Есть конфликт между отцом и девочкой, и отец не знает, что делать с подросшей дочерью, он растерялся. У него никогда не было дочерей подростков, которые вдруг вот она вот такая вот пига лица была, теперь она взрослая, красивая, с формами, что с ней делать? Вообще он растерялся, у него такого в опыте не было. И девочка понимает, что отец отшатнулся, потому что он не понимает. Вроде бы девочка, вроде это маленькая женщина, и как к ней относиться, это такой разрыв шаблона. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, что поговорили с нами на такую тему. Тем более, странно. У нас в гостях была Анжелика Лучинкина, доктор психологических наук. А тем временем предлагаю вам посмотреть ту подборку новостей из интернета, которую мы сделали специально для вас.